Всем привет! Мы приехали на озеро. Озеро называется Аргази. У нас сейчас тут вечерок. Уже приехали поздно, сегодня пятница после работы. Мы уже разбили лагерь. Ну как бы разбили, до конца еще не разбили. Я тут себе приобрел новую сидушку. Наталья предлагала тоже купить, она что-то не захотела. Говорит, мне и вот этого достаточно. Вот, сегодня буду пробовать. Такая классная штука. Прям мощная, хорошая. Ну по сравнению с тем, что было. Давно хотели обновить стульчики. Ну вот, реально видно, да. Но это наши пробные варианты. Мы покупали в самом начале, когда мы только-только начинали ездить на озера. Мы сейчас немножко мяско пожарим, перекусим, потому что уже поздно. Завтра будем отдыхать. Надеюсь, что завтра нам повезет с погодой. И будет солнечно и безветренно. Мы приехали, был жуткий ветер. Метров 15, наверное, порывами. Сейчас он резко стих. И прям мы наслаждаемся. Очень круто. Наше любимое место здесь. Вот это место. Ребята, сразу оговорюсь. Вот многие в предыдущем видео про озеро Бараозеро Сунгуль просят скинуть локацию без всяких обид. Порашу вас не обижаться. Я не стану этого делать. Я вам показываю озера. Ищите места сами, без всяких обид. Потому что на самом деле найти большая проблема, найти хорошее место, так, чтобы рядом тебя никто не мешал, ни какие там шумные пьяные компании или еще кто-нибудь. Ну, мы стараемся уехать подальше. Мы любим в тишине все-таки отдыхать. Поэтому не обижайтесь. Но я не скажу вам место. Я вам его покажу, но сказать не скажу. Озеро Аргази, кто захочет, в принципе, можете найти в навигаторе, там на гугл-картах, на Янг, где угодно. Да, озеро очень большое. Пожалуйста, берег длинный. Вставайте, ищите места. Не факт, что вам понравится то место, где мы стоим. Потому что здесь, видите, немножко под уклоном палатка. Но нам просто нравится здесь обзор. Здесь классный телевизор. Если завтра с погодой повезет, мы надуем свой матрас в диван и будем просто валяться здесь. И смотреть, как тут гоняют рыбаки. Вот, так что начинаем отдыхать. Погнали. Мне сейчас нужно надуть матрас в палатке, для того, чтобы мы могли комфортно наспать. Обычный насос, который идет стандартный матрас. Вот такой у меня аккумулятор 12-вольтовый. Крокодильчики. Ну, я уже сам их приспособил. Ну, и, соответственно, таких для насоса. Красный-красный. Ух, блин, я испугался. Насос был включен. Насос был включен, да. Я все это... Трухнул немного. Но штаны сухие, нормально все. Будем спать немножко под уклоном. Не совсем комфортно, но ничего страшного. Главное, вид красивый в палатке. Утром такое. Утром тоже будет красиво, я покажу. Даже сейчас только раз выходит, и у тебя прямо такой горный хребет. Закат. Круто. Минуты три, наверное, качал. Все, матрас готов. Сейчас будем стелить спальники, подушки. Ну, и все. В общем-то, пойдем кушать шашлык. Здесь, ребята, на этом озере с дровами всегда большие проблемы были. Правда, в этом году вот мы поехали, и как назло, везде сухие наваленные березы. Но я, зная, что здесь нет дров, взял с собой два мешка, дома наколол, и для того, чтобы хотя бы первый день с дровами, а завтра уже, наверное, найду. Буду разводить костер. Ну вот столько у меня получилось дров с двух мешков. Ни много, ни мало. В принципе, на вечер вполне достаточно. Я думаю, может, даже еще и останется. А может, и не останется, завтра еще найду. У нас все готово. Скромный ужин. Такие у нас шашлыки получились. Салатик со своего огорода. Чаек с разными травами. Здесь тоже шашлыки. Варенье, чипсы и закат. Приятного аппетита! Новый год. Новый год. Новогоднее настроение. Сегодняшний день подходит к концу. Временно уже позднее. Все-таки с рабочей недели. Уставший маленько. Поэтому мы, наверное, будем ложиться в баеньки. А завтра уже будет новый день. И завтра, возможно, будет хорошая погода. И будем отдыхать. Всем спокойной ночи. Доброе утро. К сожалению, испортилась погода окончательно. Поднялся сильный ветер. Идет дождь. Ветёшники в последнее время что-то вообще как-то печально работают. Ну, слышите, да, ветер? Вот, сейчас только дождик прекратился. Так лил дождь и весь день обещает идти дождь. Всё закрыло тучами. Поэтому нами было принято решение экстренно собраться домой-обратно. Так что видео не получилось. Ну, думаю, в другой раз продолжим. А, в общем, чё, ребят? Ну, у нас всё как всегда. Мы уехали оттуда. И наш любимый Сунгун нас опять спас. Мы решили всё-таки сюда поехать. А домой ехать не хотелось. Будем располагаться. Погнали. У нас продолжается установка лагеря. Почти поставили палатку. Наталья заканчивалась. Я сходил. Я пошёл сушинкой. Глякнул, немножко дровишек принёс. Сейчас надо будет их наколоть. Мы ещё не завтракали. Поэтому нам надо бы оперативно всё вот это дело разложить. И покушать. А тем временем погода начинает налаживаться. Появляются кое-какие просветы на небе. Это очень радует. Ну всё. Дровишек наколол немножко. Вот этого вот должно хватить. Правда сосна, мне кажется, сыровата. Но точно сухая берёза. Посмотрим. Сейчас я, наверное, не буду разводить костёр. Так, накидал мусор. Посмотрим, как гореть будет. Надо мясо жарить. Шашлык, кстати, стульчик офигенный. Вчера я в нём посидел. Вообще классно. Рекомендую. У нас тут потихонечку обед готовится. Арбуз, кстати, Волгоградский, Быковский. Мы ещё оттуда привезли. Ну, в принципе, у нас почти всё готово. Вот тут натянули лент немножко, потому что оттуда ветер периодически начинается. И чтобы нам это не задувало, мы решили вот так вот закрыться от этого. Надо стул забрать. Стул я поднимался туда, чтобы выше затянуть. Чё ещё? Шашлык делается у нас. Костёр развели. Сейчас макароны сварим. Наталья пока стол тут собирает. Ладно, надо макароны сварить. Всем приятного аппетита. У нас наконец-то обед состоялся. Мы сегодня ещё не кушали вообще. Хочу вам показать, какой здесь вид. Здесь, конечно, есть вот нюанс в этом озере. Но всё время зелёное почти всегда. Ну, кого-то не смущает, могут здесь отдыхать. Нас нет, не смущает. Здесь вид красивый. А вечером, если позволит погода, здесь будет видно закат. Очень красиво. Ну, если, конечно, нам тучи не испортят всё. Хочется верить, что нет. Там какое-то производство, что ли. Там город Вишневогорск. В той же стороне и Оракульский Шахан, и озеро Оракуль. Всё-всё-всё. А косли получается у нас вот там. Штым, косли. Всё здесь. Вот такой вид. Нам нравится просто это озеро, потому что здесь есть возможность встать на полянке, чтобы рядом никого особо не было. Чтобы не мешать друг другу. Вот люди как бы стоят там и справа. Так, слева ребята сидели, только что вы видели. А мы тут как бы сами по себе. Ну, там вот молодёжь слева сидит. Их, конечно, слышно. Ну, молодые, понятно. Слышно? Тебя же нельзя снимать, да? А мы, наверное, сейчас пойдём погуляем по лесу. Раз погода нам не позволяет загорать и купаться, наверное, пойдём погуляем. Заодно дровишек ещё найдём, потому что сосна всё-таки сырая, которую я нашёл. У нас, ребята, пошёл дождь. И мы в палатку спрятались. Телёжечка. 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 Телёжцечка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот новый тент абсолютно... Врвало тут с клочьями все... Осталось вон висеть... На дереве... Ну ладно, это не беда... А так все нормально... Сильного дождика-то не было... Так вот видите, чуть... Крупные капли попадали... Больше ветра было... Было круто... Было круто... Прям буря-буря такая... Я сразу Пушкина вспомнил... Как и было... Да-да-да... Прям смотришь и видишь, что буря мглою небо кроет... Ну мы нашли смолявочку... Сухих дров накололи еще... Сейчас хорошо... Ребят, на этом, наверное, все... Потому что, к сожалению, погода, как видите, не налаживается... Метео что-то нам совсем как-то все неправильно говорит... Что-то неохота нам сидеть в холоде... На улице, в общем-то, прохладно достаточно... Сейчас солнышко зайдет... Вообще будет холодно... Вторую ночь в холоде сидеть... Ну как-то неохота нам... И мы решили поехать домой... Что наснимали, то наснимали... Покажем вам... Ну все, всем спасибо за просмотр... Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии... Все, говорим пока озеро Сунгуль... Мы уезжаем... Полянку собрали... Сейчас дозальем до конца... И поедем домой... До следующих выходных, надеюсь, там увидимся... На каком-нибудь озере... Всем пока... У вас прошла секунда... Может быть меньше... У нас прошла неделя... Мы вернулись снова на озеро Аргази... В эти выходные у нас получилось все в обратном порядке... Мы приехали на Сунгуль... На Сунгуле не нашли себе места... И переночевав там... Можно сказать, возле дороги... Решили вернуться сюда... С трудом встали... Но удалось все-таки нам встать... И вот помните, я в прошлый раз говорил... Какой здесь у нас телевизор... Вот наш стол... И мы сидим здесь целый день... Можно смотреть... Как гоняют лодки моторные туда-сюда... Ну, мы вот приехали несколько, может быть, часов назад... Сейчас пытаемся позавтракать... У нас такой поздний завтрак... Потому что мы встали и поехали без завтрака... Принято решение было... Приехали сюда... Сейчас пытаемся покушать... Дров с трудом нашел... Здесь с дровами всегда большая проблема... Поэтому в прошлый раз я брал с собой... Нашел... Они сырые, горят плохо... Ну, ладно, у нас есть примус... Есть наш удивительный вращатель... Есть угли... В общем, голодными мы не останемся... Сейчас приготовим покушать... И хотим пойти поплавать на матрасе... Вода сегодня обалденная... Погода супер... В общем, отдыхаем, ребята... Порой, когда вы смотрите мои видео... Про отдых на озерах... Наверное, вы думаете, что мы здесь только едим... И больше нифига не делаем... Или готовимся к еде... Ну, наверное, это так... У нас наконец-таки готово все, что мы хотели... Курочка... Молодая картошка со собственного огорода... С собственным укропом... И маслом деревенским... Арбузик волгоградский... Черешня азербайджанская... Пчела местная... Креветки вчерашние... Ну и все остальное... Тоже присутствует... Самая главная любовь... Всем приятного аппетита... Смотрим телевизор Аргази... Смотрим телевизор Аргази... И что, ребята, дошла очередь до рыбки... Это вобла... Рыба эта донская... Смотрите, какой... Я ее почистила... Какая у нее... Какая у нее большая икра... Как много икры... У меня же слюни потекли... Какой у нее... Какой у нее большой икр... Я уже кусочек попробовала от спинки... Она не соленая... Ну, то есть в меру соленая... Вообще суперская... Рекомендую донскую рыбу... Вот она вот... В донском магазине... В донском магазине... Ну... Пузыри... Жарить будем... Вот пузырик... Можно будет его пожарить... И съесть... Вот у нас последняя рыбка осталась с Волгограда... Придется снова ехать... Да... За рыбой... За рыбой... И за арбузами... И за арбузами... И так каждый год... Из года в год... Да... У нас сейчас вечерний чаек намечается... Телевизор просто шикарный... Четкость передачи... Невероятная... За капец... О, смотри сколько пауков... Они все висят на елке... На своих паутинах... Как гирлянда... Да-да-да... А если бы не в пузо светились... То у нас бы были гирлянды... Да... Точно... Надо проработать этот вопрос... Ну мы можем свою повесить... Можем... Можешь показать... Могу показать... Могу показать... Вот она... Удочки... Черней... У нас будет... Чай вот почему... Чай вот почему... О... Мятные пряники... Это пряники... Сердечко... На закате... Сердечко... Вот... Ставьте вот... Вот такие вот штучки... Дальше у нас... Смородиновое варенье... На закате... Смородиновое варенье... На закате... На закате... Вот такие вот штучки... Костяник... Сегодня жене собрал... Сходил в лесу... Она уже завяла немножко... О... Чаек пришел... Чаек... Терпи... Смородиновое варенье... Смородиновое варенье... Смородиновое варенье... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...